В 21 раз подвели итоги конкурса имени Александра Дубко за творческие достижения в области культуры и искусства. Начиная с 1999 года лауреатами стали более 200 человек. Отметим, что в номинации «Журналист года» победила наша коллега, заведующая отделом подготовки телевизионных программ Анна Руда. Мы поздравляем тебя. Также премию номинации «Лучший клубный работник» получила ведущая программы «Надея на село» Надежда Маркевич. Мы поздравляем, это действительно заслуженно. А в гостях у нас сегодня тоже лауреат премии имени Александра Дубко за достижения в области культуры и искусства. Обладатель почетного звания, учитель школы искусств года Павел Жилинский вместе со своим сыном Антоном. Сегодня в нашей студии мы не только услышим аккорзион, но и, конечно же, пообщаемся. Доброе утро! Павел, поздравляем вас с престижной наградой. Мы очень рады за вас. Что она для вас значит? Рассказывайте. Спасибо большое за поздравление. Награда действительно очень ценная, серьезная. Хотел бы в первую очередь, наверное, поблагодарить свою администрацию школы и руководство управления культурой, которое, наверное, оценило мою работу. Это очень приятно. А то, что дает мне эта награда, наверное, в первую очередь повод для вдохновения. Ну и, конечно, стимул работать хорошо и качественно в дальнейшем. Антон, рассказывай, гордишься отцом? Конечно, горжусь. Я уверен, что он заслужил эту награду на все 100%. Павел, вы любовь к аккордеону. Вот Антону прививали с детства или как-то это само пришло? Это гены, может быть, как-то? Может, да, смотрит на папу и говорит, о, я тоже когда-то так буду. Так и было. Но гены, наверное, сыграли свою роль природную, да? Ну и, конечно же, с самого детства уже полюбил и аккордеон, и музыку. И я думаю, с каждым годом он больше вовлечен в музыку, и с каждым разом, с каждым выступлением ему больше всего нравится играть на аккордеоне. И с каждым годом я вижу, что любовь к музыке увеличивается. Это радует. А, Антон давно играет уже? Играю я уже 10 лет. Первый раз я попробовал в 5 лет, когда мне папа показал, еще на маленьком аккордеоне. В 6 лет я уже с садиком вместе, в садике там играл на маленьком аккордеончике такой. И в 6 лет поехал вместе с своим садиком на конкурс в Минск, где заняли второе место. Ничего себе, уже 6 лет уже аккордеон не расставался, скажем так. Вот в той порыве, видимо, да. По поводу конкурсов, да, я знаю, что у тебя, как у отца, тоже есть свои награды на музыкальном олимпе. Поделись. Ну, такая одна из самых главных наград была на конкурсе имени Женовича, где я занял первое место, после чего получил поощрительную премию специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Это такое главное достижение, к которому я шел и дошел. Ну, я думаю, все еще впереди главное достижение. Скажи, ты планируешь свою жизнь связать так же, как и твой отец, с музыкой? Я всегда хотел быть похожим на свою папу и стремлюсь к этому, но все равно должна быть какая-то некая нотка индивидуальности в себе. Поступать я собираюсь после девятого класса, получать среднее специальное образование в музыкальном колледже, ну а дальше на высшее еще не определился. Ну, главное, ближайшие цели, да, обозначены, все впереди. Вы играете на других музыкальных инструментах, и вы, Павел, и вы, Антон? Ну, мы не только на аккордеонах играем, мы еще освоили, значит, дарную установку барабанную, да, фортепиано, немножко на гитаре, немножко на баяне. Универсальные музыканты. Поете еще, может? И он точно так же, как бы, он на барабанах уже играет, и если надо где-то что-то в оркестре нота-бэнд, я думаю, что вы слышали о нем, такой оркестр у нас есть в школе, да, то есть он в нужных случаях садится на барабанной установке и... То есть в любом случае полностью сходство в музыкальной индустрии, скажем так, с отцом. И сходство, ну, в общем, развиваемся, да, как можно? Ну, правильно, правильно, движение – это жизнь. Молодцы, вы выступаете вместе на каких-то мероприятиях, вот вас можно назвать полноценным творческим дуэтом, может, у вас даже название? Я думаю, что уже да, потому что у нас название уже придумали. Кстати, придумал Дмитрий Лучина, продюсер оркестр нота-бэнд. И придумал название «Отражение». Ой, даже хором сказали. Отец, да, и сын отражаются друг к другу, так похоже, да? По поводу мероприятия, да, у нас есть выступление определенное, куда нас приглашают. Из последних он был «День города», где мы выступали с ним и с другими участниками нашей школы. А также на вручение премии Дубко. На вручение премии Дубко, само собой. Управление образования на День учителя филармонии на августовском семинаре. Управление образования и также в других концертах не менее значимых. В общем, кенок приглашают, а там мы и выступаем. Это отлично. Друзья, волнуетесь ли вы перед выходом, либо уже после стольких опыта, стольких-стольких лет опыта, это все уже на автомате и почти об этом не думаете? Ну, то, скажем, волнение, оно присутствует небольшое, артистическое. Потому что надо же немножечко настроиться, чтобы зажить публику. Поделитесь, Павел, педагогическим рецептом, советом. Вот когда нужно отдавать ребенка заниматься музыкой, если заметили у него какую-то одаренность? Сразу же, как только? Потянулся к баяну или к ордену, сразу идите. Да, сразу идите. Или нужно дождаться какого-то определенного возраста. Может быть, лучше подросткам, или лучше самого раннего детства. Как? И как вообще это заметить в ребенке? Ну, я сторонник, допустим, если на кардионе или баяне, такие сложные инструменты, и вес у них, видите, какой, то ребенка, я считаю, отдать лучше с четвертого класса. То есть третьего, допустим, третий, четвертый класс. Они уже физически немножко крепшие, им будет просто легче. Но другие инструменты, допустим, на скрипку или фортепиано, наверное, можно и раньше, как бы там физических таких моментов меньше. Поэтому можно и раньше, чтобы они приходили в школу музыкальную и раскрывали свои музыкальные способности. Хорошо, мы про планы Антона уже немножко узнали по его поступлению и прочее. У вас что в творческих планах? Может быть, создание еще одной, может быть, еще одного коллектива? Может быть, написание своих собственных музыкальных композиций? Может быть, еще какая-то премия скоро будет? Премию? Ну, я думаю, что мне уже достаточно этой пока, чтобы прийти в себя после такой высокой награды. Но я думаю, что в перспективе мы будем думать, как дальше развиваться, мы будем что-то создавать, что-то новое. В общем, творческих идей полно. Главное, чтобы их реализовывать. Ну, отлично. Я уже просто, мы знаете, как говорится, лучше один раз увидеть, чем что сто раз услышать. И услышать, да, и услышать. Поэтому, друзья, я знаю, что вы приготовили для нас композицию, поэтому мы с удовольствием посмотрим ее. Обязательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова